Привет, я Анимэджик. Ребят, снимаем даже не на камеру, а на телефон, потому что срочно, чтобы весь процесс показывать, нет времени что-то там настраивать. Мы сейчас уезжаем, у меня есть буквально несколько минут, чтобы рассказать, что произошло, какая ситуация вообще. Я сейчас собак убрала, их нет, потому что нельзя беспокоить за лису. В общем, мы сейчас уезжаем на рентген в срочном порядке, потому что я сейчас все расскажу, как вообще произошло. В общем, приехали гости, и мы живем в загородном доме, вы знаете, киса Олеса часто выходит на улицу гулять, потому что она просто не может дома. Все, кто смотрит канал, видят, что она просится, постоянно она кричит, она плачет, она очень стресс испытывает, и я ее все-таки выпускаю. Сейчас я себя уже ругаю, я уже не знаю, если честно, блин, как дальше мы будем жить. Губы сохнут, капец. Когда приехали гости, в этот день она была еще дома, потом она попросилась гулять. И часто такое бывает, что когда приезжают гости, Олеса уходит надолго, пока гости не уедут. Она опять перелезла через забор, ушла с территории, которая рядом с домом за забором, и пропала. Прошло пять дней, ее не было, уже все забеспокоились, что это ненормально, что она не возвращается, и вот в тот день, когда гости уехали, через два часа буквально она вернулась. Но вернулась в таком состоянии. Во-первых, она вся была, я сейчас ее более-менее привела в порядок в клещах, вся была в каких-то репьях. Но самое ужасное, что она, я слышу, кто-то мяукает прям громко, но я узнала ее голос, я иду к дверям, открываю дверь, и она даже не смогла, у нас там рядом с дверью лесенка, она не может идти. То есть она вот просто такая убитая, как будто ее просто избили. Вот реально такое было ощущение. Я ее взяла, домой занесла, она мяукала, ей очень не нравилось, ей явно было где-то больно, когда я прикасалась вот где-то в этой части. Когда я ее несла даже, я услышала, как там что-то хрустит, когда я ее положила дома на пол. Короче, это было так страшно, что у нее там что-то передвигаются кости. Я такое ее никогда не видела, это было ужасно, ей явно было больно. Причем даже если к ней не прикасаешься, она лежит, прям мимучает, такие вот звуки издает. И сразу начинает мяукать, рычать, потому что ей явно больно где-то, да, и она из-за этого так вот эти звуки издает. В общем, я ее принесла домой, сразу бегом звонить ветеринару. Она, возможно, вот так вот ползла домой просто откуда-то, несколько дней из-за этого не возвращалась. Или она выжидала где-то, лежала вот в таком состоянии, и потом доползла до дома. Ну, короче, это вообще просто. Я даже думать об этом не хочу, потому что у меня сразу сжимается сердце. Я бегом в интернет смотреть, какие могут быть проблемы, потому что внешне я посмотрела, нигде у нее никаких ран не было. Если бы ее собака укусила, явно были бы какие-то травмы снаружи. Я подумала до того, как приехала ветеринар, что она сломала ноги, что у нее перелом обеих ног просто, что она упала откуда-то. Но как ветеринар сказала, ну а что теперь, держать ее в безопасной тюрьме? Разные кошки по-разному относятся к улице. И вот есть кошки, которым не надо выходить на улицу, они не нуждаются в этом. А есть кошки, которые просто вот, ну у нее будет жизнь, как в тюрьме, если ее не выпускать. С другой стороны, вот мы ее выпустили, я всегда боялась, что с ней что-то произойдет. Многие в комментариях писали, надень на нее ошейник, но все профессиональные какие-то люди советуют, что ошейник не надевать на кошку, потому что если она лазит по деревне, она откуда-нибудь спрыгнет и повиснет на этом ошейнике, и в итоге задушит сама себя. Поэтому Алиса без ошейника гуляет. Вызвали ветеринара, она приехала, это уже была ночь, темно уже было. Алиска кричала, плакала, не могла ходить. Алиска кричала, плакала, не могла ходить. Молодец, все-все-все. Все, молодец, не ходи, не ходи, не ходи. Не ругайся. Этот укол на нее подействовал как вот расслабил, во-первых, ее снял боль, обезболивающий и седативный эффект, это когда процессы вот ее активность она уменьшается то есть специально чтобы она не двигалась то что ей нельзя двигаться ветеринар сразу ее прощупала все посмотрела что сказала что предполагает что скорее всего ее сбила машина скорее машина вместе дерево они руку во-первых чаще передней конечности если задние то тоже либо ниже колена либо это надо упасть то есть скорее всего это машина не собака машина чаще всего нет с четвертого этажа только она должна была упасть чтобы такое было повреждение а у нас здесь нет нигде многоэтажек соответственно и внешних повреждений нет значит это не собака значит это не высота с которой кошка упала значит скорее всего это только ее взвела машину возможно ее погнали какие-то собаки местные большие она убегала от них не заметила выскочила на дорогу машина выехала и ударила леску я даже представить не могу как это происходило мне очень страшно подумать об этом вот мне тоже показалось где-то бедро да и субедренный сустав таз как я уже сказала кошек очень часто перелом таза чаще чем все остальные травмы сами лапки они не сломаны но сломан таз чтобы понимали у людей да вот нога она не сломана и эта нога не сломана а сломана вот тут вот где ноги крепятся да как мы ходим самая страшная что может случиться это то что не это не просто какой-то перелом а то что суставы на которых держится ноги до вылетели сместились произошло смещение и в таком случае придется делать операцию лекарство на нее подействовало так что у него такие были широкие зрачки я что-то снимала в видео вы увидите и вот она сидела просто и втыкала такая то есть я явно уже перестала быть больно у него какие-то там как везинар сказала даже могут быть галлюцинации и она просто будет находиться в таком состоянии как немножко под наркозом да но только таким аркотическим не знаю как объяснить короче вот у нас в таком состоянии всю ночь провела она не ходила в туалет в общем вкололи алисе этот укол он до сих пор действует он долго действует вот сейчас раннее утро и он еще действует почему мы не поехали сразу ночью на рентген бегом потому что ветеринар сказала не спешите все нормально сейчас этот укол пока что действует дождитесь утра и спокойно поедете все хорошо есть какое-то время поэтому дождались утра но я полночи все равно не могла уснуть я все время сидела над алисой перепроверяла что как она там и еще интересный момент ветеринар сказала что очень многие кошки залазят в лоток почему-то спать у многих такое туалет что же был рядом чтобы она хотя бы могла до него доползти она почему-то тоже поползла туда спать и по поводу вот этих вот историй с переломами я когда это случилось когда еще ждали ветеринара я сразу бегом интернет посмотреть что вообще бывает как у кошек это происходит и прочитала и в хороших источниках в принципе что кошки ломают часто себе что-то особенно кошки которые не дома живут в общем я очень переживаю за алису пока что у нас нет никакого лечения как мы будем что делать потому что мы не знаем возможно предстоит операция и для этого нужно сделать рентген сейчас мы на скорую снимаем вот эти кадры чтобы вас держать в курсе пусть многие нервничают переживают куда мы пропали что и как поэтому сейчас мы поедем на рентген сделаем рентген и будем знать как лечить что лечить и что же случилось потому что у меня самое страшное что во мне у меня это то что если вдруг киса лица останется хромой или больше не сможет ходить или я понимаю что у кошек где есть жизнь и чаще всего в 90 процент случаев кошки все равно уходят но это очень блин страшно потому что даже сам факт того что может быть такое что нам нужно будет делать операцию поэтому сейчас мы поедем а простите за такую сумбурность за то что вот так вот я говорю как ты может из-за того что нервничаю и я буду держать вас курсе все надеюсь успею все смонтировать скоро будет видео пока